В Твери на месте Свято-Успенского Желтикового монастыря проводятся археологические раскопки. Ученые с 17 августа исследуют территорию, обнаружили ценные уникальные находки. Фундамент Алексеевского храма, старинные надгробия, основание нескольких башен времен Петра I и печные изразцы. На месте раскопок побывала наша съемочная группа. В первый раз исследования этого места проводились в 2017 году. Тогда группа археологов во главе с доктором искусствоведения, членом-корреспондентом Российской академии архитектуры и строительных наук Алексеем Салимовым нашла основание древнего храма – Белокаменного собора постройки XV века. В этом году ученые снова вернулись на место раскопок. Задача была поставлена перед мною, настоятелем монастыря, выявить, найти, понять, исследовать царские палаты, где жил царевич Алексей в начале XVIII века, сын Петра I, а также Алексеевскую церковь, которая была выстроена в честь Алексея Человека Божьего, то есть те заименитые ему по посвящению, а также стены и башни-ограды, все, что сохранялось. Собственно говоря, задача на сегодняшний день во многом выполнена. История монастыря неразрывно связана с именем царевича Алексея, сыном Петра I. Существует сведение, что царевич приезжал сюда и какое-то время жил, и, возможно, здесь же встречался с отцом. Археологи обнаружили, где располагались царские палаты, а рядом была построена большая каменная Алексеевская церковь со святыми вратами, колокольней, большими пилонами с широким проездом для конников и входом для простого люда. Вот видите, там квадратик вдалеке, это престол, это алтань Нижнего храма, дальше основной объем, придвор западный. Вот это подъемная лестница, когда уже сделали, скорее всего, во времена, может быть, Елизаветы, может быть, Екатерины. То есть, изначально перед вами чрезвычайно любопытный комплекс. Другая находка археологов – часть стены, некогда обравлявшей монастырь. И сейчас это старейшая постройка в Твери, за исключением храма Белой Троицы в Затьмачье. Это Петроцовское время, самое начало 18 века, судя по технико-теологическим особенностям и так далее и тому подобное. Вот. И вот эти выступы, они чрезвычайно любопытны. Мы не допускаем, что могли быть переброшены подпружные арки, увязывающие эти выступы. То есть, был боевой ход. То есть, по сути дела, монастырская стена сооружалась, как оборонительное сооружение. От башен, которые раньше располагались северо-восточной и северо-западной части монастыря, остался только фундамент и кладка печей. Кстати, до и после Великой Отечественной войны здесь находился склад ГСЭ. И большая часть монастыря была превращена в хранилище цистерн с горючим. Во время раскопок археологи обнаружили, что в западной части для основания использовались надгробные плиты. Некоторые из них можно датировать временами Ивана Грозного, а также прочитать некоторые надписи. Теперь археологам предстоит их аккуратно выкопать и достать, чтобы потом создать на территории монастыря лапидарий или музей под открытым небом. Ученых впечатлила еще одна находка – остатки изразцов, плитки, которые облицовывали печи и стены. Несмотря на то, что одни столетия пролежали под землей, на многих частях до сих пор отчетливо можно увидеть сохранившиеся изображения. Большая коллекция, конечно, изразцов. Изразцов Петровского времени, более позднего, вплоть до Екатерининской эпохи. Я думаю, что это составит серьезный вклад, что ли. Я надеюсь, здесь будет создан церковно-археологический музей на базе Желчкового монастыря. К слову, фундаменты некогда стоявших здесь зданий в своей белокаменной части еще пригодны для полноценного восстановления монастыря.